Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, канал о том, как жить в гармонии с природой. И сегодня мы будем распаковывать мою посылочку из сайта iHerb. Вот она. Она не такая уж и большая, но там разных всяких интересных штучек полно. Я заказываю из этого сайта уже очень давно, несколько лет. Мне этот сайт посоветовала одна из моих подружек. Она занималась раньше спортом и была помешана на всяких органических и полезных вкусняшках. Вот она мне рассказала об этом сайте и я решила попробовать. И с того момента я заказываю на постоянной основе. И заказываю абсолютно все, начиная от еды и заканчивая декоративной косметикой. И начнем мы со вкусняшек. Масла марки La Tourange, это французская марка Marcel, уже очень много лет существует на рынке. Заказываю масла этой марки уже третий раз. Я еще не пробовала авокадо и сезам, но предыдущие масла, я покажу здесь вот сверху, какие масла я заказала. И я хочу сказать, что на самом деле масла очень-очень хорошего качества, отменный запах, очень вкусные. Предыдущие масла, это чесночное, трюфельное, базиликовое и масло на прованских травах, это все подсолнечные масла, но они настояны. Например, вот базиликовое масло, это посолнечное масло, которое настояно на базилике. А вот эти вот два масла, это настоящее масло, масло авокадо 100% и масло сезам 100%. Ну, вот это вот масло немножко подкопченное, а авокадо обычное масло. Также на этикетке с обратной стороны написано, где вы можете их применять. Вот, например, сезам это можно использовать к барбекю, мариновать мясо и, конечно же, азиатская кухня. Я добавляю на тосты из авокадо, еще если мы делаем что-то из мексиканской кухни, я обязательно добавлю. Очень вкусные, качественные масла, я подпишу внизу, поставлю ссылочку на них и цена тоже приемливая. Вот это вот какао, кокосовое какао я заказала первый раз, там была пробная упаковка и вот эта вот большая упаковка. На самом деле я немножко разочарована, упаковка почти в полкилограмма, но здесь всего лишь 15 кружек, так как в одну кружку нужно 3 больших столовых ложки. Здесь просто добавляешь водичку и, в принципе, получается очень классный вкусный напиток. Но почему я им недовольна? Во-первых, потому что цена не соответствует качеству. Я ожидала большего от этого какао. И второе, то что очень неэкономично, то есть ты покупаешь буквально полкилограмма продукта и всего лишь 15 чашек. Второй напиток мачо-ти, мне кажется, на русском это матя или матео-чай, как-то так. Я обязательно подпишу вверху. Я обожаю мачо, я пью ее очень редко, так как у меня пониженное давление. И я после того, как стала пить этот чай, прочитала, потому что мне становится плохо от этого чая, так как он не рекомендован для людей с пониженным давлением и с железодефицитом. То есть у меня и железодефицит, и пониженное давление, и вот эту вкусность, которую я люблю и пила бы каждый день, я, к сожалению, пить не могу. Вы тоже будьте осторожны, когда вы покупаете всякие разные новомодные напитки. Обязательно читайте, потому что многие из них могут вам не подходить по состоянию здоровья, как это произошло у меня с мачо. И следующий напиток это турмерик имбирь. Вот это, конечно, классная штучка. Вот я здесь покажу сверху, как она выглядит. То есть тоже 3 столовых ложки кладешь в чашку, заливаешь горячей водой, и получается такого вот какого-то оранжевого, такого горчичного цвета напиток. Вот этот напиток я буду заказывать, мне очень он понравился. Если вы любите вот такие специфические напитки и такие больше к индийской кухне, я бы сказала, напитки, тогда вам он понравится. Если же вы любитель таких вот стандартных, как кофе, чай и ничего более, я думаю, что этот напиток вам не понравится. Это зеленый чай марка Йоги. Я заказываю этот чай уже второй раз. В этот раз я решила попробовать тоже с мачо и маракуйя. Обалденный чай, один из самых лучших, которых я пробовала. В прошлый раз я заказывала с имбирем и там, по-моему, был персик. Тоже такие необычные сочетания. Мне кажется, это индийская фирма. Я не уверена, если это индийская фирма или нет. Я подпишу здесь тоже вверху. И вот интересно, здесь на каждой пачке написано про йогу, разные упражнения для йоги. И вы можете почитать. Такая интересная штучка. Познавательно. Я вообще не люблю вот этот пинат баттер. Мне он не нравится ни по консистенции, ни по вкусу. В этот раз я заказала масло с белым шоколадом. Все равно мне не нравится. Вкус это не мое. Я покупаю для своего парня. Это масло в основном он любит. Еще здесь, что классного, здесь все органическое. Я прикреплю здесь сверху, какие ингредиенты здесь. Классное масло. Стоит недорого. По сравнению с маслами, которые у нас есть в Карфуре, во всех этих магазинах, оно выигрывает намного по качеству и по вкусу. Следующий у нас перчик. Да, я заказываю даже перец из этого сайта. Я вообще фанат фирмы Simply Organic. У меня уже более, не знаю, 7-8 разных приправ. И я решила заказать перчик. У него такая пластиковая металлическая упаковочка. Здесь больше 100 грамм. Классно пахнет. Классный перец. Здесь есть три дозатора. Рассыпчатый, побольше, поменьше. С дырочками. Очень легко пользоваться. И мне эта фирма очень нравится. Все те специи, которые я уже попробовала, я довольна. И мы заказываем каждый раз еще. Следующий продукт. Это вот такая вот того же самого бренда Simply Organic. Такая смесь специй, чай и спайсис. Если вы любите кардамон, если вы любите имбирь, и если вы фанат индийских специй и индийских напитков, вот это вам обязательно понравится. Я не пробовала ни разу. Я первый раз это заказала. Посмотрела на сайте классные отзывы. Вы можете посмотреть, какие здесь есть ингредиенты. И уже не покупать, не заказывать с сайта. А просто взять различных приправ и уже потом смешивать, какие вам больше нравятся. Вот эта смесь, она предназначена для кофе. То есть я завариваю кофе, добавляю вот эту приправу. Здесь нужно класть одну или одну с половиной столовых ложек на 12 кружек. То есть здесь расход будет меньше, чем в какао, например. Классная смесь. Мне очень нравится. Если вы хотите разнообразить свой кофе, то я рекомендую вот эту вот Simply Organic кофейную смесь. Вот такая вот... У меня уже остались одни обверточки от этих шоколадок. Фирма называется Choco Love. И это реальная любовь. Я никогда не пробовала такой вкусный шоколад. Еще классная штука здесь. Познавательный шоколад и очень-очень вкусный. Вот вы, в общем, открываете шоколадку, открываете упаковку, читаете сонет и кушаете эту шоколадку. Так, ну и сейчас мы перейдем к косметике, к уходовой косметике. И почему-то, как оказалось, вся уходовая косметика, о которой я сейчас буду говорить, корейская. Я заказала два средства от фирмы Елизавета. Это гиалуроновая кислота и это коллаген в виде желе. Вот такая гиалуроновая кислота, стопроцентная. Буквально нужно 2-3 капли для того, чтобы нанести на лицо, шею и грудную область. Вы наносите и легкими движениями втираете в кожу и немного даже делаете такой массаж. Я уже пользуюсь неделю этой кислотой. Мне очень нравится. У меня проблемная комбинированная кожа. Результатами я довольна. И вторая баночка это коллаген в виде желе. Елизавета зеленая свинка. Такая интересная консистенция. Я никогда такую раньше не видела. И я, в принципе, никогда не пользовалась раньше корейской косметикой. Мне нравится запах. Очень приятный. Такой, мне кажется, какой-то фруктовый запах здесь. И внутри есть спатула. Вот так это выглядит. Я вверху тоже помещу поближе в видео, как это все выглядит. Нужно спатулой набрать вот этот продукт и намазать его на лицо, на шею и на область груди. Единственное, что мне не нравится, это вот эта вот такая немного детская упаковка. Это, конечно, выглядит красиво. Я люблю, чтобы упаковка была простая, без звездочек, цветочек, свинок и так далее. Но я хочу сказать, что по цене корейская косметика намного выигрывает. И классная косметика. Рекомендую попробовать. На каждой упаковке фирмы Елизавета есть такой вот номер. Вам нужно или монеткой, или ногтем стелить вот это вот защитное покрытие. И вы можете посмотреть на сайте вот этот номер, если это оригинальная Елизавета или нет. Ну, вот такая вот упаковочка. Это для гиалуроновой кислоты и вот такая вот какой-то зайчик в очках Елизавета, вот эта зеленая свинка. Также я заказала маски. Одна из них это бренда Wishtrend. И вторая это Leaders. Тоже корейские фирмы. Одну я уже попробовала. И к сожалению, у меня началась аллергическая реакция. Я, в общем, была красная. Посмотрите, вот здесь моё прекрасное красное лицо. Я не знаю, мне нужно почитать, что в ингредиентах. Никогда у меня не было аллергий на маски и вообще на какие-либо косметические продукты. Но, к сожалению, вот пошла аллергия. Я не знаю, может, это лично моя кожа так отреагировала. Может быть, маска была не очень качественная. Ещё заказала тушь марки Hemish. Это тоже корейская марка. Заказываю уже её второй раз. Есть туши и получше. Но почему мне нравится именно эта тушь? Потому что, когда её смываешь, она не размазывается. Она снимается такими хлопьями. И очень-очень легко её смыть. В общем, классная штука. Мне нравится. По цене тоже дёшево. Она примерно стоит, как и Maybelline, как L'Oreal. Может быть, даже... Нет, дешевле. Дешевле, чем L'Oreal. Классная фирма. Рекомендую. И последнее средство – это гидрогелевые патчи под глаза. Здесь тоже есть спатула. Марка Petitfi. Корейская марка. Классные патчи. Пользуюсь уже полмесяца. Тоже мне очень нравится. Кожа под глазами становится гладкой. Мне кажется, даже убирает мелкие-мелкие морщинки. Я рекомендую. Тоже очень доступная цена. Вообще, я удивлена, что корейская косметика настолько хороша. Я слышала хорошие отзывы, но никогда не пробовала. А пока сам не попробуешь, не поверишь. Знаете, такое доверяй, но проверяй. А вот эти средства, которые я заказала – это Елизавета, это Appetitfi и Hemish. Я за них ручаюсь. То есть, те продукты, которые я попробовала, я очень-очень довольна ими. Ну все. Спасибо, что смотрели мое видео. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока.